На горном велосипеде у вас есть огромное количество деталей, которые вы можете заменить, чтобы улучшить, изменить или как-то повлиять на свои ощущения в катании. И одна из вещей, которая дает самую большую разницу и, пожалуй, самая доступная, это покрышки. Покрышки продаются очень разной ширины, с разными компаундами и вообще разной конструкцией. Vital недавно сделали обзор покрышек Specialized, и вы можете пройти по ссылке и в подробности все почитать на английском. Но что мы также хотели сделать? Это взять эти покрышки и выкатить на грунт, в реальный мир. Но что это значит? Вы когда-нибудь экспериментировали с более тяжелыми покрышками, более легкими, более липкими? Бывало ли, что ваш друг ставит новые покрышки и вдруг начинает катать намного лучше? Ставили ли вы покрышки на свой байк? И вау, какие они ужасные! Что ж, давайте рассмотрим, что могло давать такую разницу? Что мы сделали? Мы обратились к Specialized и сказали, «Хей, мы хотим всю линейку ваших покрышек, потому что мы собираемся поставить их на байк и посмотреть, как они катят». И для этого мы решили подготовить испытания из двух частей. Первая часть. Мы собрали все покрышки вместе, взяли один контрольный байк, Specialized там джемпер, и приехали на горку с прямым спуском на четверть мили. Но горка это не очень крутая, потому что мы знаем, что если горка будет крутой и скорость будет пугающе высокой, то разница во времени будет меньше. Поэтому мы хотели найти горку, которая не будет суперкрутой в начале, и у которой будет длинный пологий выкат внизу. Мы взяли комплект покрышек Butcher T9 Gravity, взяли комплект Butcher T7 Trail, а также взяли их модель иллюминатор с двойным компаундом. Просто посмотреть, что получится. Покатили. Ну вот, выполаживается. А теперь уже вообще плоскач. Результаты нашего теста на выкат на четверть мили оказались вполне предсказуемыми. Покрышка Grid Gravity с компаундом T9 оказалась самой медленной. И компаунд T7 на каркасе Grid Trail у обоих иллюминатора и Butcher был намного быстрее. Более 4 секунд на четверть мили по прямой — это довольно большая разница. Но мы же по прямой не катаем. Мы катаем по трейлам, где есть повороты, элементы и всякое такое интересное. И мы захотели посмотреть, что может дать компаунд в вопросе сохранения скорости. Что может дать каркас в вопросе сохранения скорости? Если гравити покрышка тяжелее, и у нее более жесткие боковины, сможете ли вы на ней поддерживать большую скорость в поворотах? Будут ли они меньше подгибаться? И не проедут ли они в целом быстрее? Или вес окажется важнее всего, и более легкие покрышки с более жестким компаундом будут накатистей, и в итоге дадут райдеру больше? И мы знаем одного подходящего человека под это испытание. Нам нужна была местная гроза трейлов, новейший тест-пилот Recatch Vital, Логан Браун. И вот мы взяли Логана и сказали ему, мы будем использовать три покрышки с одинаковым рисунком протектора, но с разницей в каркасе и компаунде резины. И мы попросим тебя проехать круг и предоставить нам обратную связь, рассказав о своих ощущениях. Мы взяли покрышку Butcher Grid Trail T7, покрышку Butcher Grid Trail T9 с более липкой резиной и покрышку Butcher Gravity T9 с более мощным тяжелым каркасом и липкой резиной. И на них Логан проехал три круга. А также мы использовали секундомер, чтобы замерить время спуска. Ну вот в чем прикол. Он не знал, на каком типе покрышек едет. Это было слепое тестирование. Будут ли его впечатления соответствовать секундомеру? Пора узнать. Это был хороший заезд. Да? Как оно? По ощущениям. Скорость помогали поддерживать, сохраняли. По ощущениям было хорошо. Например, на прямых участках, где нужно было напрямую наваливать. Очень стабильный на скорости. Но потом в парочке песчаных поворотов, их начало немного подсносить. Чутка потерял сцепление. И тут немного подскользнуло. Но помимо этого, по ощущениям они были очень хорошими. Как я уже сказал, приятными и быстрыми. Итак, давление ровно такое же. Рисунок протектора идентичный. На версию покрышки мы поменяли. Наслаждайся. Попробую. Уууу, подсносит уже в воротах. Намного быстрее. Намного быстрее? Намного. Ну, то есть, подъезжаешь к повороту, небольшой снос заднего, а затем они схватывают и весь поворот держат. Я бы сказал, набирать скорость на них было проще. Намного проще ехать в гору. Они ощущались намного более плавными. Но в целом, конечно, разница не то чтобы огромная. Ну что ж, третий и последний комплект покрышек. Опять же, тот же рисунок протектора, тоже давление. Но отличие в кое-чем другом. Звучит интересно. Выглядят они миленько. Ну что ж, мы вот и погнали на этом последнем комплекте покрышек. Что скажешь? Как будто потяжелее. Когда я там ехал в подъем, мне казалось, что приходится работать больше. Но когда я уже разогнался, они легче шли накатом. Хорошо. А как насчет долетания трамплинов, поддержания скорости? Да вроде так же. Типа, как я уже сказал, когда выходишь из поворота, нужно чуть сильнее подкрутить. Но если ты едешь по более прямым участкам, то они отлично через все перекатывали. По скорости в поворотах и накате, какие были лучше? Честно говоря, я бы сказал, что и здесь вторые лучше. Вторые как будто бы лучше поддерживали скорость в целом. Первые были немного похуже на высокоскоростных участках. Эти же были получше на высокой скорости, но похуже на низкой. Но те покрышки, которые были вторыми, я бы так сказал, они по всей трассе в целом были быстрее. Вот наши мысли по этому поводу. С их весом и более липким компаундом резины, мы уже знали, что даунфильная версия покрышки медленнее катит по прямой. Но когда мы добавили такие вещи, как повороты, элементы на трейлах и работа самого райдера, то мы обнаружили, что влияние на время этих факторов уменьшается. Как мы видим, в реальном мире разница во времени снижается до такой, которая для вас может оказаться незначительной. Мы думаем, что Логан чувствовал себя быстрее на гравити покрышке, потому что, как он сам отметил, в поворотах они меньше подламывались. Сами покрышки ощущались более стабильными, из-за чего его скорость была более равномерной на гравити покрышке. Тогда как на покрышках с трейловым каркасом скорость могла варьироваться сильнее из-за того, что они подворачивались и в целом были менее жесткими в поворотах. Зато на трейловых покрышках может быть легче подниматься в гору, и, возможно, с ними вы будете чувствовать себя менее уставшим в конце дня. Ну а те, кто живет на очень каменистом рельефе, в местах, где всегда мокро, или там, где резкие подъемы и крутые спуски, то им, наверное, лучше подойдут покрышки с гравити каркасом. Ну и в итоге, что же мы решили? Независимо от того, на каком вы каркасе, на каком компаунде, главный фактор для принятия решения — это где вы живете и как катаете. Если вы хотите больше классного контента типа этого, то ставьте лайк и подписывайтесь. Если хотите почитать полный обзор с классными фотками, то заходите на vitalmotob.com. И пока вы там пытаетесь решить, какие покрышки лучше? Идите покатайтесь. Погоди. Они же мне на мой бэк пригодятся. Блин.